Ценители настоящего экстрима, любители и гонщики из разных городов России собрались в Волжском, чтобы принять участие в мотокроссе, посвященном 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самому маленькому участнику гонки еще не исполнилось 7 лет, самому старшему 64 года. Во-первых, сегодня проводится мотокросс в честь Великой Победы. Раньше наши деды 45 лет назад защищали город Сталинград, и ни одна нога фашистского солдата не ступила на эту землю. Поэтому наши гонщики, предки бойцов, которые там сражались, они тоже сегодня будут драться по-своему, защищая и давая дань тем героям, своим предкам. Будут драться на мотоциклах и завоевывать свою победу. Значит, будет участвовать где-то 30 гонщиков с 15 городов России. Значит, победитель будет определяться по лучшим заездам. Будет два заезда, и лучшие результаты суммируются, и получается место. Как тебя зовут? Скажи, имя и коми? Сергей Ирков. Сереж, скажи, сколько ты уже занимаешь здесь? Один год. Один год. Какие годы? Пока еще никаких. А что самое тяжелое в этом году? Самая тяжелая грязь. Сегодняшнюю трассу видят, справишься? Справлюсь, надеюсь. Пожелаю, чтобы они ехали хорошо и не падали. В открытом чемпионате по мотокроссу приняли участие спортсмены из Волгограда, Ростова, Краснодара, Астрахани, Саратова, Ставрополя, Москвы и Казани, а также из Тамбова и Пензы. Город Волжский на соревнованиях представил серебряный призер чемпионата России по мотокроссу тренер спортивного клуба «Экстримспорт» Сергей Ефремов. Конечно, день победы – это день победы. На этой земле наши отцы и деды воевали. Поэтому посвящаем победе эти соревнования. Боролись с пылью очень сильно. Три дня поливали. Благодарность, конечно, водоканала Вартанова. Поливали, поливали. Ну, видите, пыль присутствует, конечно, для спортсменов это не совсем комфортно. Но сейчас опять между заездами будем, между тренировками проливать будем трассу, конечно, чтобы и безопасно это было. Тут, можно сказать, суперкросс, 15 трамплинов. Ну, одна из ведущих трасс России. Самое сложное – прыжки. Некоторые прыжки люди, спортсмены не прыгают. Но должны тянуться до этого уровня, чтобы прыгать прыжки. Есть прыжки до 30 метров длиной и высотой 4-5 метров. С 65 кубов они до 12 лет. С 12 до 15 класс 85 кубов. Да, детишки маленькие понаехали. С Воронежа, с Ростова, с Астрахани, с Пензы, с Краснодара приехали. Так что хватает гонщиков. Без травм. Соревнования без травм. Чтобы все было в радости. Спорт – это жизнь, это радость. Вы знаете, в нашем городе созданы такие условия, когда мы можем проводить разные виды спорта. Где-то 60% всех областных мероприятий проходят на территории города Волжского. Сегодня мы видим, что проходит 20-й открытый чемпионат по мотокроссу на территории города Волжского. Хороший у нас существует полигон. Есть свои спортсмены, но много и приезжих. Спорт дорогостоящий, но очень мужественный и опасный. Поэтому пожелать спортсменам прежде всего победы. Ну и главное, чтобы без поломок и без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первая тренировка на грунте весьма сложна. Это, считай, не гонка. Для нас это тренировка. Мы участвуем в полноценном чемпионате Волгоградской области. А это традиционное соревнование один. Ну, просто нетрадиционное, не в календаре. Дедам, бабушкам нашим огромное спасибо. Ветеранам войны низкий поклон за то, что они спасли нас от германно-фашистских войск. Я горд, что вы участвовали в таких смартфях. Удача. Как говорится, ни прокола, ни гаишника на трассе. А здесь ни травм, ни победа. Я сегодня болела за своего молодого человека, Ревникова Дмитрия, и уже на протяжении почти 7 лет за него одного единственного. Болею, сопереживаю. Самое большое переживание, конечно, когда я не присутствую на гонке, потому что не вижу его. А, естественно, когда это все воочию, тогда вроде бы с одной стороны спокойствие, а с другой все равно волнение, которое переживается вместе с ним, несмотря на то, что я стою, а он в вечном движении. Эмоций много, особенно вот зимние трассы, то есть там снег, буря, вот это вот передвижение мотоциклов, когда они тем более равняются между собой. Там схватки такие достаточно серьезные, бывают только так же травмы, друг друга кто-то подрезает, там, конечно, зрелище тоже непередаваемое. Здесь все попроще, потому что тяжелее, спортсмены стараются себя как-то сдерживать в чем-то и уже, соответственно, ездят аккуратнее. Для любителей гонок на мотоциклах в этот день состоялись показательные выступления местных велосипедистов-экстремалов. Единственную трудность для участников составила новая трасса. Она песочная, поэтому ее прохождение потребовало от гонщиков особых сил и умений. Анна Древнего, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение.